SCP-254. Работник месяца. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-254, когда с ним не проводятся эксперименты, должен содержаться в обычной камере на полу лицевой стороной вниз, привязанной ремнями, для того, чтобы предотвратить незапланированную активацию. Запрос на использование SCP-254 может быть подан любым управлением исследовательских работ, но для одобрения требуется его утверждение минимум двумя сотрудниками с третьим уровнем допуска. SCP-254 не может быть использован для запланированных контактов SCP-254-1 с объектами, представляющими миметрическую угрозу. Ни при каких обстоятельствах недопустима активность SCP-254 в одной и той же области или отделе продолжительностью свыше 26 дней. Повторное использование объекта в одном подразделении разрешается лишь после проведения ежемесячной процедуры замены персонала. При этом там не должно оставаться ни одного сотрудника, вступавшего до этого в контакт с SCP-254. Описание SCP-254 представляет самой прямоугольную деревянную именную дощечку размерами 22 см на 30 см, весом около 1,5 кг. На передней части дощечки находится лазурный держатель для фотографии и черная металлическая пластина с выгравированной золотыми буквами надписью «Работник месяца». К задней части дощечки приделана скоба для крепления на стену. SCP-254 был найден среди развалин автозаправки «Тек Сака» в городе Засекречино, Канзас, США. Дата Засекречино – 1985-й Засекречино год. Агент организации заинтересовался SCP-254 после того, как обнаружил, что тот совершенно не пострадал при взрыве, разрушившем заправку и привержен к гибели Засекречино сотрудников и Засекречино посетителей. Будучи повешен на стену кабинета, где работают 4 человека и больше, SCP-254 вызывает появление в скором времени SCP-254-1, либо в конце ближайшего запланированного перерыва, либо при начале работ коллектива над новым заданием. SCP-254-1 представляет собой призрачного человека с рас от раса, меняющимся полом, возрастом, расой, именем и внешним видом, который умеет обращаться с вещами на месте, как если бы он был один из людей средней силы и ловкости. Внешний вид SCP-254-1 соответствует стилю, принятому среди работников того места, где он появился. Сразу после появления SCP-254-1 в держателе для фотографий SCP-254 возникает его фотокарточка. Выполненные на глянцевой бумаге размерами 8х10, где сохраняются до того момента, когда SCP-254 будет перемещен в другое место. В нижней части фотокарточки всегда напечатано текущее имя SCP-254-1. Ни один из известных способов удалить ее из сдержателя не представляется возможным. Впрочем, хотя она и не устойчива к порыву и измятию. Целенаправленное агрессивное повреждение этого фото приводит к жесткой реакции со стороны SCP-254-1. Смотрите приложенную запись SCP-254-1. Происшествия данные удалены от даты засекречена. Независимо от вида, SCP-254-1 каждый раз демонстрирует дружелюбное поведение. SCP-254-1 способен поддерживать общение, говоря о погоде, дорожных пробках, вчерашних вечерних телешоу, спорте и прочих подобных вещах. Но никогда не станет обсуждать что-то, о чем присутствующие при разговоре сами не имеют представления. Сотрудники в кабинете которых находится SCP-254 никогда не тревожатся по поводу внезапного появления SCP-254-1 и его бестелесности, считая, что он просто здесь работает. Из-за того, что все они с явной неохотой выполняют приказ о выносе SCP-254 с рабочего места, либо зачастую попросту забывают о нем. Уборка именной таблички осуществляется персоналом с другого участка, согласно расписанию. SCP-254-1 способен быстро и качественно выполнять любую грязную работу, даже получив наряд на работу, требующую специальных навыков для выполнения. SCP-254-1 в большинстве случаев справится с ней довольно успешно, пусть и не имеет достаточной практики, хотя и сделает это не лучше, чем посредственный человек, привлеченный со стороны. SCP-254-1 будет вести себя как образцовый служащий в течение 28-46 рабочих дней, то есть обычно до завершения календарного месяца. Если SCP-254 находится в помещении не все время, а только в некоторые из дней, SCP-254-1 может исполнять свои обязанности до конца того месяца, когда он появился впервые. Из-за опасности, которая представляет его нарастающее агрессивное воздействие, запрещается использование SCP-254 более 26 дней. По прошествии первого месяца работы, в том случае, если SCP-254 остается в кабинете, работоспособность SCP-254-1 заметно снижается, что проявляется в его забывчивости и неспособности использовать некоторые поручения. Если SCP-254 не убрать, SCP-254-1 будет работать все хуже и хуже, вплоть до того, что будет уволен. Увольнение заключается в снятии SCP-254 со стены, либо в доведении информации о разрыве трудового договора непосредственно самому SCP-254-1 в устной форме. Если увольнение произошло до истечения 20 суток от начала второго месяца, SCP-254-1 просто уходит и исчезает. Но если оно произошло позднее, SCP-254-1 начинает активно заниматься саботажем на своем бывшем рабочем месте, способом, причиняющим наибольший возможный ущерб, представляя повышенную опасность для людей вокруг. Во имя добра, люди, мы здесь удерживаем опаснейшие SCP, поэтому ответственные за своевременное удаление и переназначение 254-го должны понимать, что если они нарушат сроки или забудут правильно оформить протокол, потеря работы не самое страшное, что с ними может произойти. Опять разсекречено. Приложение. После инцидента 254-020G все тесты с SCP-254-1 продолжительностью свыше 26 дней следует проводить в отдельной зоне, где не будет никаких других SCP. Вообще. Опять разсекречено. Стенограмма аудиозаписи 254-А13. Доктор засекречено. Говорит доктор. Удалено. Это эксперимент номер 13 над SCP-254. Сейчас я пытаюсь отвернуть скобу с задней стенки объекта при помощи обычной крестовой отвертки. В течение 15 секунд слышны звуки работы инструмента. Кажется, что болты, которыми прикручена скоба, не просто завернуты, а еще и скреплены клеем или чем-то таким. SCP-254-1. На момент проведения эксперимента носивший имя Гус. Сэр, подать вам растворитель? Доктор засекречено. Нет, Гус, спасибо, не нужно. Лучше дай-ка вон тот нож для бумаг. Я попробую вырезать фотографию. Гус, да зачем вырезать-то? Да скажешь, сейчас так шикарно смотрится. Доктор засекречено. Давай-давай сюда. Это не для того, чтобы тебя обидеть, Гус. Ты же и правда лучший работник. Мы просто проведем эксперимент. Гус, ну ладно, док, верю на слово. Слышен звук разрезания бумаги. Гус, ох, док, может уже хватит? Не надо больше, остановитесь. Доктор засекречено. Еще самую ма. Слышен звук двух разрезов и пять звонких ударов. Очевидная SCP-254-1 бьет доктора головой по столу. Потом раздается чавкающий звук ножа, которым данные удалены. Конец записи. Протокол эксперимента 254-B. Тестирование, проводимое над SCP-254-1, исполняющего обязанности уборщика в секторе засекречено. Двадцать шестой день. Последний день обычного срока работы. Быстродействие SCP-254-1 остается на прежнем высоком уровне. Тридцать второй день. Отмечены первые признаки снижения производительности со стороны SCP-254-1. Он забыл убрать мокрую тряпку со стола младшего научного сотрудника засекречено. После указания на оплошность, быстро исправил ее, извинился. Тридцать четвертый день. SCP-254-1 натирал пол в секторе засекречено. Когда пробегавший мимо техник на полном ходу влетел в тележку для уборки. Записано ругань SCP-254-1 на техника. Тридцать пятый день. Конец месяца. Коллеги описывают SCP-254-1 как угрюмого типа. Кухня в секторе засекречена неподжищеном. Вокруг корзины для мусора доктор засекречено разлит кофе. Тридцать шестой день. SCP-254-1 лишен премии управляющим. За появление пьяным на рабочем месте. Заметка. Весьма странно. Никто никогда не видел, чтобы SCP-254-1 когда-нибудь пил или ел. Тридцать девятый день. SCP-254-1 забыл вернуть чистящие принадлежности в свою коморку. Едва не произошел несчастный случай, когда задумавшийся исследователь чуть не помылся аммиаком. Аммиак содержащим промышленным чистящим средством. Смотрите, протокол эксперимента удалено. SCP-254-1 был наказан за халатность. Также он поссорился с другим уборщиком засекреченным. Причем позже оба не смогли назвать причину возникшей перебранки. Сорок третий день. SCP-254-1 снова явился пьяным на работу. Уборка помещений приняла совсем уж эпизодический характер. Сорок восьмой день. В секторе засекреченно сработала пожарная сигнализация. Срабатывание оказалось ложным. Виновного по горячим следам обнаружили. Обнаружить не удалось. Но SCP-254-1 был замечен возле тревожной кнопки непосредственно перед включением. Запись с камер видеонаблюдения ситуацию не прояснила. Поскольку ее объектив не, как выяснилось, был загорожен каким-то предметом. 56-й день. Доктор засекреченно подверг SCP-254-1 дисциплинарному взысканию за то, что он вынул чувствительные к теплу образцы из холодильника и пропустил единственные копии протоколов экспериментов над ними через Шрёдер. SCP-254-1 обозвал доктора засекреченно удалено и угрожал ему удалено. Разговор завершился вызовом охраны. 58-й день. В доске для маркеров доктора засекреченно был найден воткнутый кухонный нож. Сейф с секретными документами доктора засекреченно был вскрыт и разграблен. Возле кабинета доктора засекреченно был поставлен охранник. SCP-254-1 и засекречены были замечены спорящими на повышенных тонах в комнате отдыха. 59-й день. Уборщик засекреченно пришел на работу, но на утреннюю проверку к управляющему не явился. Через несколько часов его случайно обнаружили в запертом холодильном отделении удалено морга. Сильно обмороженного охранника, дежурящий возле кабинета доктора засекреченно был лишен сознания ударом по затылку. В кресло доктора засекреченно оказалась усажена группа, сделанная из переломанной надвое швабры, скрепленная крест-накрест человеческая фигура. SCP-254-1 никто не видел весь день. 60-й день. По запросу доктора засекреченно с разрешения данной удалены, SCP-254 был снят со стены. SCP-254-1 вышел из здания и скрылся в неизвестном направлении. 61-й день. Поздней ночью камера видеонаблюдения зафиксировала присутствие SCP-254-1 в секторе засекреченно. Перебои с электропитанием и многочисленные отказы системы безопасности привели к нарушению засекреченно условий содержания. Ставших причиной засекреченно сомертей непосредственно из-за нарушения самих условий и еще засекречено из-за необходимости исполнения процедуры. Сдерживание SCP засекречено. Смотрите отчет об инциденте 254-0210G. Субтитры создавал DimaTorzok